В самом деле, это наша лекция, постановка эксперимента. И еще раз напомню, что мы должны теперь иметь очень экзотические мишени, из октеноидов, уран это как минимум, но это только 112 элемент, Плутония, Америца, Кьюри, Беркли, Калифорния, то, что получается на мощных реакторах. А тут, кстати, выбор не очень большой, потому что таких реакторов, в общем, которые бы имели такой большой поток нейтронов, мы сейчас об этом будем говорить, это американский изотопный реактор Волк Риджа и реактор СМ-3, Дмитровграде, Ульяновской области, в России. Ну вот эти машины должны нарабатывать как минимум 12-15 миллиграмм, для того, чтобы изготовить одну мишень. Одну мишень. Потом покажу, что для этого потребуется один год работы, чтобы изготовить вот такое маленькое количество этого вещества. Второе – это надо иметь пучок, пучок кальций-48, весьма интенсивный, потому что, как вы видели, сечение очень маленькое, никто до него не дотянулся. Из этого очень дорогого вещества, и тут мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, ты должен тратить это вещество очень мало, а с другой стороны, получить пучок как можно больше интенсивности. Ну, так не бывает. Поэтому надо искать какой-то технический компромисс между затратами и выходом, интенсивностью. Но то, что требовалось, это чтобы интенсивность была 1 микроампер частиц. Это 6 на 10-12 частиц в секунду. А вот затраты, ну, 0,5 на 1 миллиграмм в час. Не больше. Почему я так говорю? 1 миллиграмм в час не больше, потому что это очень дорого стоит. И потому что, если это будет 0,5 миллиграмма в час, то стоимость вообще эксплуатации ускорителя повышается на 10%. Если будет 1 миллиграмм в час, на 20% повышает стоимость. А вот такие большие источники, которые обычно тратят не 20-30 миллиграмм, ну, в общем-то, так сказать, мы бы не смогли бы, не потянули бы. Ну, просто не потянули бы такой эксперимент. Потому что надо использовать пучок много времени и годы для того, чтобы наиграть эту чувствительность. Это второе условие, которое несколько необычное, мало ускорит, так надо еще сделать так, чтобы и затраты были маленькие. И, наконец, третье – это надо из всех продуктов реакции, которые получаются, а их примерно 10-12 разных совершенно лядер, не имеющих никакого отношения к сверхтяжелым элементам, надо найти одно. То есть надо создать систему, которая выделяет одно ядро из 10-12 фона. Что тоже является, в общем, задачей непростой. Особенно, как вы сейчас увидите дальше, искать-то времени нет особенно. Потому что очень может быть, что эти ядра живут очень мало, очень коротко. Поэтому система помимо того, что она должна быть такая селективная, помимо того, что она должна быть такая чувствительная, она еще должна быть очень быстродействующая. И вот эти три условия соблюсти для того, чтобы ставить полноценный опыт. Вещь непростая. Почему? И этому вопросу посвящается целая лекция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok